Ах, черт, мы снова идем. Набор электрика и стойлера. Давайте еще купим. Окей. Сейчас все починим. Сейчас все будет хорошо. Все будет замечательно. О, торговец. Сейчас пойду к торговцу. Торговец. Натан Кехлер. Мое почтение торговать. Что продаете сегодня? А вот посмотрите. А вот сейчас посмотрю. Так. А, кстати, я могу продавать эти вещицы неплохо. Плюшевый медведь. Пока не буду его продавать. Это все нам не надо. Это все нам не надо. Интересно, если я камеру куплю. Мое почтение торговать. Камеру за 500. О, мы сейчас в конверте деньги будем. Смотрите, короче. Стой, 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 стой. Камеры. Просто 2000. Как, как, как с, как с этого самого, как с куста. Туки-туки. Мне тут починить нужно кое-что у тебя. Починить надо. Я могу зайти. И что тебе нужно от почетного работника архива? Ремонт мебели. Зашел по делу. Мне нужно починить мебель в вашей квартире. Проходите. Давай. Раз разрешаешь. Так. Чиним. Окей. Замечательно. Все. Получена новая корреспонденция. Тихо-тихо, у него ствол. Фига. Я думал, он в меня целится. Это шакал. Daily News. Срочная новость. Несколько часов назад на улице Крушвицо прогремела серия взрывов. Граждан просим сохранять спокойствие. Взрывы произошли на складах с бытовыми товарами. Повседневного спроса. Погибших нет. Пострадало 15 человек. Ситуация находится под контролем властей. Для беспокойства нет причин. На погоде на завтра. Ветер северный. Плюс 16. Местами воросящий дождь. Голос правды. Товарищи. Мы сказали свое первое слово и сказали его громко. Весь город услышал, что взрывы прогремели на... проходной завода, где должны были ввести 14-часовые смены. Правительство не слышит наших мирных голосов. Значит, услышит гневный крик. Мы заставим соблюдать права простых рабочих. Следующие взрывы прогремят уже в министерстве. Плюшевого мишку передать. Да что ты там... Блин, я не на дочь нажал. Очки забираю. Кошельки забираю. Полотенце забираю. Забираю. Дочь. Дочь, выйдя оттуда, не могу с тобой поговорить. Дочь. Похоже, это дочь. Можно кого-то заселить. Дора Нуэль. Срочно сниму квартиру. Вопрос жизни и смерти. И за Доруш Брюкич. Молодой студент ищет жилье. Давайте раз жизни и смерти доля... Дора Нуэль, заезжай. В квартиру номер 4. Где дочь? Дочь! Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Отдать плюшевого мишку. Мила, я принес тебе подарок. Его тебе передал дядя Клаус из квартиры номер 1. Держи. Я мечтала о таком медведе. Давай сходим и скажем дяде спасибо. Марта, дядя Клаус с женой уехал сегодня. Они отправились в путешествие на кораблике. Папа, а мы поедем на море? Обязательно, родная. Обещаю. Ну окей. Какая директива там вышла? Запрещены синие галстуки. Запрещено хранение и использование оружия. А я там видел пушку, кстати. Сейчас и с женой поговорим, да. Обязательно. Обязательно с женой поговорим. Так, 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 так. Что у нас есть? Где этот пистолет был? Паспорт, альбом с марками, полотенце, удочка, зубная щетка. Шляпа, книга, шоколадка, паспорт, старые ботинки. Ты ж ствол доставал при мне, когда я ремонтировал. Ты его с собой носишь, что ли? Книга, наручные часы, халат. Так, окей. Сейчас мы шо-то покрадем у тебя, шо-то покрадем. Свитер, рукопись. На полях много пометок. На полях много пометок. Зеленый галстук, шахматный набор. Моя звездочка. Блин, всем, всех спасать надо. Жена. Что, Карл? Поговорить про отъезд Патрика. Ты знаешь, что Патрик хочет уехать? Да, он рассказал мне. И что ты думаешь? Мое сердце разрывается, Карл, его могут убить на границе. Застрелят, как собаку моего мальчика. Я пыталась его отговорить, но он твердит одно и то же. Еще и траты на лечение Марты. Но ведь там у них любовь, да и за границей, наверное, ему будет лучше житься. В общем, решай сам. Что, Карл, узнать, что случилось. Я сводила Марту к профессору, он специалист по детским болезням. Все очень плохо, Карл. Он сказал, что это пневмония с кучей осложнений. У нее какая-то жуткая инфекция в легких. Черт возьми, откуда она могла взяться? Я не знаю. Быть может, это из-за того, что мы живем в подвале? А может, потому что рядом шахты? И что делать? Понадобится постоянный присмотр врача. Нужно большое количество анализов и редкие антибиотики, которых нигде нет. Возможно, даже придется сделать Марте операцию. Профессор сказал, что сможет все организовать, но нужно 15 тысяч. Это огромные деньги, Анна. Я знаю, Карл, но на кону жизнь нашей дочери. 80 часов. Сможем мы за 80 часов налутать 15 тысяч? Я думаю, мы сможем. Опа, пьет. Опа, пьет. Опа, пьет. Кто там пьет у нас? Сейчас первую квартиру заселим из Адора Жабрюкича, молодого студента. Познакомимся с... Познакомимся сейчас со всеми, в общем. Что вам нужно? Познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Дора Нуэль. Приятно познакомиться. Если что-то понадобится или возникнут проблемы, обращайтесь. Все непременно. Спросить про место жительства. Так откуда вы приехали в наш дом? Какая разница, откуда я приехал? Важно то, где я сейчас. Мне очень нравится этот город. Не так много людей, как в столице, и все заняты делом. А вам нравится этот город? Да. Вот видите, у нас с вами много общего. Спросить про новости. Что нового? К сожалению, мне нечего вам рассказать. Я никого не знаю в этом городе. Зато успела простыть в первый день приезда. Закончить разговор. До свидания. Ну? Торговец. Деньги лутать будем. Мое почтение, торговать. Давай. Давай торговать. Давай торговать. Давай торговать. Что мы тебе можем торговать? Часы. Полотенце. Кошельки. Очки. Набор электрика. Нормально. Сын. Да, отец. На тебе деньги. Ну что, папа? У тебя получилось собрать денег? Да, денег. Держи, сынок. Подарок тебе от папки Рокфеллера. Надеюсь, это поможет тебе найти твое счастье. Постарайся дать нам с мамой знать, что у тебя там все хорошо. Ух ты, спасибо, папа. Ты даже не представляешь, сколько это для меня значит. Представляю. Можешь себе представить, что представляю. Так. Туки-туки. Здравствуйте. Познакомиться. Здравствуйте, я Карл, управляющий этим домом. Изодорож Брюкич. Студент университета. Спросить про имя. Это дурацкое имя выбрал мне отец. Мама зовет меня Изя. Но это тоже не сильно-то радует. Узнать, что оно означает 300 очков авторитета. Давайте. Оно означает исполнять заветы дорогого вождя. Каждый раз, когда я пеняю отцу на это имя, он смеется и говорит, что могло быть и хуже. Хуже? Он любит рассказывать одну историю, которую находит очень веселой. К королю соседнего государства пришла женщина с просьбой сменить фамилию ввиду неблагозвучности. Фамилия у него была Семипопова. А король похихикал и удовлетворил ее просьбу со словами Ну что же, вам хватит и пяти. Вынужден признать, что история и правда призабавная. Отец говорит, что лучше исполнять заветы дорогого вождя в нашем государстве, чем ходить с пятью попами в соседнем. В этом он абсолютно прав. Да что вы понимаете, вам не приходится каждый раз отвечать на вопрос, что это за имя такое дебильное. И уж точно вы не слышите каждый день, ваш отец не только большой шутник, но и патриот. Понятно. Недоволен ты именем. А, это тут? Что это он там говорит? Нужно собрать 15 тысяч. Я думаю, соберем за 75 часов. Патрику деньги отдал. Патрик хотя бы будет счастлив. Патрик! Патрик, блядь! С базой не хочешь обняться напоследок? Патрик! Вот так вот, да. Батя перечеркнут. Деньги получил от бати сразу до... Эй, я тебя понял. Мелкий засранец. Ну ладно. Так. Надеюсь, что хотя бы его я спас. Пока что. Зубную щетку оставим. Зубную щетку мы оставим. Блин, я уже все, по-моему, вынес из дома. Плохо спит. Давайте я пару... Новая корреспонденция. Сейчас я напишу пару... Отчетов. Характеристик. Так. На тебя нечего писать. Окей. Окей. Гражданка Дора Ноэль. Проживает в квартире номер 4. Женщина. Семейное положение. Проживает одна. Профессия. Учитель музыки. Отправить. Я там еще на кого-то могу писать. Да, характеристику. Роза Ранек. Квартира номер 3. Женщина. Семейное положение. Проживает с Марком Ранеком. Профессия. Поварик в столовой. Пишет роман. И характеристика на ее мужа. Марк Ранек. Марк Ранек. Квартира номер 3. Мужчина. Проживает с Розой Ранек. Профессия. Работник архива. Играет в шахматы. Отправить. Так. Немножко деньжат получили. Корреспонденция. Корреспонденция. Да и Лениус жизнь прекрасна. Победителем ежегодной трудовой лотерее становится Лео Гвиздек. Этот достойный гражданин верой и правдой работал на государство 20 лет. За все время у Лео Гвиздека не было ни единого нарушения. Он гордость нашего государства. Призывай фонд этого года 100 тысяч долларов. Напоминаем читателям, что принять участие в трудовой лотерее может каждый гражданин со стажем работы более 15 лет. К лотерее допускаются люди со стажем работы более 15 лет. Что же мы видим? Лео и его товарищи по несчастью отпахали десятки лет на тяжелой работе. Все эти годы платили грабительские взносы в фонд трудовой лотереи. Если сложить эти взносы, то каждый из этих дураков за 20 лет мог накопить по 40 тысяч долларов. Каждый товарищи. Куда уходят остальные деньги? Спрашиваем и руководство трудовой лотереи. А тут что? Телеграмма. Привет, семье. Все хорошо. Спасибо за помощь в переезде. Приезжайте скорее. Тут намного лучше, чем в нашей стране. Ваш Патрик. Скажи Марте, что апельсины существуют. И они не как морковка, хоть и оранжевая. Блять, жестко. Жестко все. Кто там пьет? Кто пьет? Ты пьешь. Спросить про жену. Я, кажется, уже рассказывал. У тебя про жену больше мне добавить нечего. Так, а ты кто такой? Джордж Дантен. Познакомец. Здравствуйте, Карл. Кто вы такой? Новый жилец? Я знаю всех, кто проживает здесь. А вас вижу впервые. Мы не знакомы. Но со временем, надеюсь, мы станем настоящими друзьями. Мое имя Джордж Дантен. Чем я могу вам помочь? Я навел о вас справки, Карл. И вы кажетесь мне порядочным человеком, заслуживающим доверия. А потому я хочу обратиться к вам с просьбой. С просьбой о простой, но очень важной для меня услуге. Что надо сделать? В вашем доме живет молодой человек, Исадорож Брюхич. Передайте ему эту коробку. И почему же вы не можете этого сделать сами? У меня, поверьте, причины. О них вы узнаете позже, если выполните просьбу. И есть лишь одно условие, ни при каких обстоятельствах не открывать коробку. Вы пытаетесь тянуть меня во что-то незаконное? Не боитесь, что я доложу об этом куда следует? Страх это то, что разобщает. Уверяю вас, у нас противоположные цели. Сейчас единственное, что вам нужно знать. За это пустяковое дело мы вам хорошо заплатим. Очень хорошо. Согласны? Ну давай. Ну что ж, деньги мне не помешают, давайте сюда коробку. Спасибо, Карл. Мы в долгу не останемся. Коробка. О смерти думает. Так. А что я стучу? Я могу сам зайти. Зачем стучать? 63 часа. Новая директива правительства. Запрещено чтение книг. Вот так вот. Можно было читать, а уже нельзя. Сейчас камеры повешу. Камеры повесим. Обыщем нашего молодого студента. Напишем рапорт. Узнаем о нем сейчас. Это что такое? Пустые бутылки. Похоже, хозяин не слишком чистоплотен. Неужели так сложно выбросить этот мусор? А зубная щетка это что? Означает, что он чистоплотен? Почему это не отмечается? Карманные часы, паспорт, книга, футбольный мяч. Табак. Гантели. Ой, сейчас много. Сейчас много денюсек полутим. Наручные часы, разбитая бутылка. Телефон звонит. Удочка, лук со стрелами. Судя по состоянию, он часто им пользуется. Да сейчас я приду. Хватит трезвонить. Только для кофе. Господи Иисусе, иду уже. Не видите, человек занят. Ром с коммунижью. Во славу вождя. Алло. Принять входящий звонок. Принять частный звонок. Алло, это Карл Штейн. С кем я разговариваю? Вы наверняка слышали про национальную трудовую лотерею. Так вот, ее победитель Лео Гвиздик ищет жилье. Мы хотим, чтобы вы дали жилье этому любимцу Фортуны. Зачем вам это? Кто вы? Мы доброжелатели. На человека скоро свалится тысяча соблазнов. Бандиты и обманщики будут ждать его на каждом углу. Мы хотим помочь? После того, как он поселится, вам нужно будет убедить его вложить выигрыш в наше производство. Наш трест, рога и копыта направлен на развитие животноводства. Мы помогаем фермерам безотходно сбывать туши животных. Мясо в магазины, шкуры, сапожникам. Из остатка мы варим в фирменный холодец. Холодец? Вы не любите холодец? Да как вам сказать? Предупреждаем, Карл, кто встанет у нас на пути, сам превращается в холодец. Скоро наш холодец станет национальным продуктом. Все, что вам нужно, это убедить Лео Звиздика... Гвиздика, он, а не Звиздика. Что за нашим холодцом будущее? Гвиздика? Да, кто только придумывает такие фамилии, язык сломаешь. Убедите его вложить деньги в трест, рога и копыта. Сделайте это, мы вам пришлем щедрый процент. Нам, чтобы заселить, нужно квартиру отремонтировать. Номер два. Давайте заселим. Лео Гвиздик, токарь, возраст 45 лет, срочно ищу жилье на несколько дней. Чем ближе к заводу, тем лучше. Сдать. Сдали. Быстро сюда. Быстро сюда. Пока Лео Гвиздик не пришел. А, он уже пришел. Так, ладно, идем поговорим с Анной. Анна, Дратути. Что, Карл? Узнать про лечение Марты. Нужно 15 тысяч, чтобы поставить Марту на ноги. Это огромные деньги, Анна. Я знаю, Карл. Но на кону жизнь нашей дочери. Достань деньги, Карл. Даже если тебе нужно будет ограбить для этого банк. Покупки в дом. Карл, купи в дом радио. В конце концов, ты управляющий или кто? Мне приходится узнавать новости по телефону. Ты ж ешкин кот. Сейчас с Лео поговорим. А, торговец. Торговец. Мое почтение, торговать. Что мы можем продать? Можно продать коробку за 500. Кстати, неплохо. Ром продаю за 270. Это замечательное вложение. Лео. Гвиздик. Дратути. Познакомиться. Я Карл, управляющий этим домом. Мое уважение. Спасибо, что сдали квартиру. Я Лео Гвиздик. Приехал по важному делу на несколько дней. Какое важное дело вас привело в Хельмер? Свалилась на мою голову удача. Впервые за всю мою тяжелую жизнь. Я стал победителем трудовой лотереи. Приехал на вручение приза. Спросить про город. Как вам наш город? Мне очень нравится. Так много заводов. Не зря говорят, что Хельмер город-труп. Сегодня сходил на экскурсию на станкостроительный завод. Нам есть чему у вас поучиться. Вам и правда кажется, что заводские трубы это хорошо? Конечно, раз дым валит, значит завод работает. Значит народ трудится. Страна богатеет и жизнь становится лучше. Понятно. Поговорите о лотереи. На что вы думаете потратить выигрыш? Сложный вопрос. У моей сестры не так давно сгорел дом. Они живут недалеко от линии фронта. Хотел помочь им перевести к себе. В тыл? Своей-то семьи у меня нет. Рабочий коллектив. Вот моя семья. Еще куплю себе новые рабочие ботинки и чемодан куплю, чтобы складывать инструменты. Ну и подарков племянникам да племянницам нашел на набережной лавку, где продают медовых петушков и клюкву с сахаром. Хорошее дело. Я тоже люблю эту клюкву. Имейте ввиду, за раз только две пачки можно купить. Две пачки? Ну ничего, я несколько раз зайду. Там столько барж с углем. Красота. Понятно. Понятно все. Опа. Опа! Кто-то пьет. Опа! Кто-то пьет. Кто-то пьет. Про рога и копыта тебе можно уже говорить? Так. Так, это все, да. Хорошо. Все, живи спокойно себе. А, ты куда идешь? Стирать, умываться? Давай я к тебе загляну, посмотри, что у тебя есть. Как загляну сейчас? Та тоже глушит. Как не в себя. Табак. А, поговорить с ним можно теперь. Понятно, понятно. Понятно, понятно. Шахтерская каска, свитер, очки, расческа. Пробственно зовут. Это все неплохо. Кошелек, турк для кофе, гаечный ключ. Куда ты идешь? Ооо, он сейчас туда прибежит. Так, Изодорож Брюкич. Передать в коробку. Или, не, давайте про университет. На какой специальности вы учитесь? На химико-биологическом факультете. Универ отличный и все такое. Режем всяких лягух, смешиваем в пробирках всякую дрянь, что пузырилось и дымило. Вижу, вы не сильно вдохновлены тем, чему учитесь. Я просто не понимаю, как эти разрезанные лягушки помогут мне стать человеком, который изменит мир к лучшему. Передать в коробку. Вам просили передать ту коробку. Отлично, Дантан, вас не ошибся. Вот, держите деньги. Значит, я скоро съеду, буквально через день-два. Настало время великих дел. Трика упали. Да, норм. Норм-норм-норм. Норм-норм-норм. Раз ты будешь съезжать, так ты давай я это самое сейчас тебе... Сейчас, 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 что-то украду. Что-то как украду. Турку для кофе украду. Не знаю, может она чего-то и стоит. Блядь, он идет. Так. Сказки на ночь. Что за сказки на ночь? Анна просит принести ей радио. А, ничего себе. Радио, наверное, у торговца можно купить. Что это значит, вот этот стоп? Поговорить о лотерее. Спросите, что ему нужно. Вы что-то хотели? Карл, нужна ваша помощь. Завтра меня ждут в администрации. Будут торжественно вручать приз. Я простой человек, работаю на заводе, нарядов у меня сроду не было. Купил вчера двойку в магазине ритуальных услуг. Но там не продают галстуков. В универмаге их нет. Помогите мне найти галстук. Любой подойдет. Сил моих нет ходить по магазинам. Постараюсь что-нибудь придумать. Очень мне поможете, я вам заплачу. С иголочки. С иголочки. С иголочки. Не спит. Понятно. Для пророга и копыта можно уже сказать? Про лотерею. Да, это все то же самое, на что планируют потратить. У меня еще 44 часа жизни дочери под угрозой. Проблема. Прям проблем. Все по своим квартирам сидят, смотрите на них. Шакалы. Этот бухает. Этот крыса. Пошли писать. Быстрее иди. Пошли писать. Рапорты. Стопэ. Он сейчас курить будет. Кури, кури, кури. Кури, дорогой. Почему не это самое? Не засчитывай. Ладно. Видимо я спалил у него трубку. Так, 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 так. Ооо, характеристика. Ооо. Изодорож Брюкич. Сейчас мне деньги капнут за вот это все дело. 2 800. Изодорож Брюкич. Квартира номер 1. Студент. Проживает тоже 1. Мужской. 2 800 просто. На. Хорошо. Лео Гвиздик. Курит. Пьет кофе. Лео Гвиздик. Квартира номер 2. Мужской. Семейное положение. Живет 1. Профессия. Токарь. Отправить. 550. Это неплохо. Этот бухает. Ну давайте. Гражданин. Марк Ранек. Квартира номер 3. Мужской. Семейное положение. Проживает с Розой Ранек. Профессия. Работник архива. Отправить. Ну пару монет я... Ооо. 10 000 у нас. Нормально. Запрещено посещение баров. Новая директива. Найти галстук для Лео Гвиздика. 300 монет дадут нам. Это кто? Дора Нуэль. Блядь. Я ткнул. Я ткнул. Вы зачем книги читаете? Нельзя книги читать. Я ткнул на дочь. Ее же не заберут? Блядь. Ну не должны же забрать дочь. Пиздец. Тотальный просто. Опа. Музыкальная пластинка. Дратути. И еще одно. Это какая-то музыкальная пластинка зарубежной музыки. Музыкальная пластинка патриотических песен. Нож. Своровать. Сейчас все будет. Музыкальная пластинка сборник танцевальных мелодий. Коньки. Блядь. На дочь нажал. Зачем же я так? Паспорт. Голубая блуза. Лиловая блуза. В блузке прикол это бирка с именем заказчика и ценой за изделие. Понятно. Ясно, 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 ясно. Кошель. У нас есть камеры? Камер нет. Срочно камеру. Троечку. Книга. Окей. Наперст таки иголка. Это пришла с работы. Бессонница у нее. Окей. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Это дома. Это что-то своровали, походу. Значок. Нам надо воровать. Воровать надо на многом. Альбом с марками. Давайте удочку. Отличная удочка. Воу-воу-воу, слуга народа, спокойно. Что вы делаете в чужой квартире? Воруете вещи у жильцов? Откупиться от наказания 350 очков авторитета. Я выполнял свою работу. Учитывая ваши заслуги, я верю, что вы совершали обыск в целях безопасности. На этот раз вы свободны. Фига, разимразь. Слуга народа. Слышь? Что ты мне сделаешь? А ты что мне сделал? Ничего вы мне не сделаете. Петухи. Так. У нас нет галстука случайно нигде? Для товарища Гвиздика. Для товарища Гвиздика. Должен ему галстука найти. Отыскать. Я из квартиры все вынес. Ну, конечно. Логично. Конфет хочет. Может, будет хотя бы один. Книга. Деревянная пирамидка. Цветные карандаши. Книга. Деревянные кубики. Блять. Реально, ни одного галстука. А, что это за плакаты там такие, да? Смотрит. Новая корреспонденция и... И... И-и-и. И звоночек. Принять конечный звонок. Принять частный звонок. Доброго времени суток, Карл. Это Джордж Дантон. Откуда у вас этот номер? У нашей организации есть друзья повсюду. Я больше не выслышу от вас ни слова, пока вы не объясните мне, что это за организация. У меня семья. Я должен знать, во что вы меня хотите втянуть. Скажем так, мы пытаемся изменить мир к лучшему. А при текущем руководстве это невозможно. Как вы понимаете, нынешнее правительство не изъявляет желания смениться добровольно. И как называется ваша организация? Союз самоуверенных революционеров? Новое завтра. К чему этот сарказм, Карл? Ведь мы могли бы стать лучшими друзьями. Вы сможете получать от нас средства, которые так необходимы вашей семье. А если я откажусь иметь с вами дело, я сообщу о вас куда следует. Боюсь, ваш отказ может повлечь очень неприятные последствия для нас обоих. Повторяюсь. У нас есть друзья везде. Я так и думал, что ваши разговоры про светлое завтра имеют второе дно. Не разбив яиц, яичницу не приготовить. У вас есть дети. Вы должны понимать, что такое жертвовать собой ради будущего потомков. Только вы предлагаете пожертвовать кем-то другим. Мной, например. Не обязательно, Карл. От вас нужно лишь согласие и готовность помогать нашему движению. Вижу, выбор у меня не богат. Чего вы от меня хотите? Найдите в вашем замечательном доме квартиру для нашего верного товарища. Его имя Антон Грубец. Он проживет в доме не больше недели. Спросить про награду. Допустим, я соглашусь. Сколько вы заплатите? Три тысячи. И это будет только начало нашего с вами сотрудничества. Про человека. Кто этот человек? Антон очень важен для нашей организации. Он специалист по печатному делу. Будет готовить для нас массу листовок, разоблачающих нынешний государственный строй. Вы нас очень обяжете, если прикроете его. Мы планируем устроить стачку на заводе в ближайшее время. И нам очень нужны эти листовки. Без них ничего не выйдет. Поговорите о стране. Раз уж вы обязываете меня помогать революционному движению. Опишите свое видение ситуации в стране, чтобы я знал, ради чего рискую. Зачем что-то описывать, Карл? Вы и так все прекрасно знаете. Тотальный контроль за людьми. Глупые запреты на все подряд. Никакой свободы слова. И при этом что взамен? Талоны на одежду, еду, мыло? Люди вздрагивают по ночам от любого звука, боятся, что за ними приедут и увезут. А то, что доносы пишут друг на друга, даже ближайшие родственники, это как? Нормально по-вашему? А ваша профессия, Карл? В каком нормальном обществе ее можно посчитать допустимой? Я делаю работу, для которой меня поставили. Выбора у меня нет. Выбор есть всегда. Помогите нам, Карл. И тогда у наших детей будет общество. Где за этот выбор их не закроют за решетками? Окей. Согласитесь помочь. В принципе, я не могу отказаться. Насколько я понимаю, вы не оставляете мне выборы. Антон грубит, значит. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Прекрасно, Карл. И будьте осторожны. Да, 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 да. Однако. Daily News. Нарушение порядка. Неизвестные в белых халатах обманом проникли в ректорат университета и, угрожая расправой, заставили ректора Мирослава Пеппера написать на доске порочащие его честь и достоинство слова. Профессор Пеппер подал в отставку и госпитализирован. В ходе операции по задержанию виновных погибло 11 человек. Голос правды. Выдающийся индюк профессор Пеппер, известный своими денежными поборами и подлыми делами, наконец-то сделал что-то полезное, а именно признался в том, что он мешает образованию, а не осуществляет его. Позор человеку, который отчисляет неугодных студентов и отправляет их на фронт. А что врачи в университете делают? Это телеграмма, да, от Патрика. Мы ее читали. Мы ее с вами читали. Марк и... Изодорож Брюкич. Марк чуть я его не назвал. Почему Марк? Окей, давайте заселим. Есть Анжей Ротхаар. Ищу квартиру до весеннего призыва. Маргарет Заур. Ищу квартиру в тихом районе, без соседей, с детьми, без детских площадок, без мест для выгула собак. Равена Петракия. Сниму квартиру рядом с заводом на длительный срок. Антон Грубец, мастер печатного цеха, возраст 45. Ищу жилье рядом с печатным цехом, проблем не будет. Сдаем квартиру Антону. Опа, кто-то читает. Принять входящий звонок. Принять частный звонок. Спасибо вам, Карл. Я перечислю деньги на ваш счет. Прошу вас всячески помогать товарищу Грубецу. Он делает важное дело. Помогать и следить. Вы понимаете, о чем я? Да, я вас прекрасно понял. Я в вас не сомневался. Я позвоню через несколько дней и узнаю, как ваши дела. 3К упали. 3К упали. Окай. Окай, окай. Нам нужно сейчас за 18 часов набрать 2500. Это реально. В принципе, я думаю, проблем не возникнет. Давайте на сегодня закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм. Канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующем эпизоде прохождения Beholder и в других играх. Всех обнял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!